Добрый день, меня зовут Валерия Пеньевна. Сегодня у нас прямой эфир с православным религиоведом, блогером, членом исполкома Тульского гражданского совета Валерием Отставных. Здравствуйте, добрый день. Валерий, добрый день. Вы прошли полуфинал выборов Коррадиционный совет оппозиции. Оппозиция России. Да. Соответственно, к вам вопросы. Что такое Коррадиционный совет, для чего он нужен и чем его едят? Так, вот смотрите, все протестные акции, начиная с декабря прошлого года в Москве, на которые приезжали представители регионов, проходили с помощью такого оргкомитета, как его называли, неформального объединения московских политиков и представителей интеллигенции. И вот этот оргкомитет, он постоянно нарывался на вопросы самых разных людей. Собственно, кто вас уполномочил, почему вы вылезаете все время на сцену, нам надоели ваши лица, вы такие же нелегитимные, как Путин и Государственная дума. И для того, чтобы легиметизировать определенных людей, которые выражают интересы определенного количества избирателей Российской Федерации, были придуманы вот эти выборы в Коррадиционный совет оппозиции. Сейчас зарегистрировано на сайте ЦВК, Центрально выбранного комитета, который был избран вот этой группой лиц, этим оргкомитетом, около 70 тысяч человек. Осталось до 18-го числа, неделя где-то, получается, до 18-го числа, до вечера остается неделя, до конца регистрации. Вообще, хотелось бы, чтобы было зарегистрировано не меньше 100 тысяч человек, но, возможно, эти люди будут зарегистрированы, но, возможно, будет где-то, наверное, 80-85 тысяч человек зарегистрировано, тех, кто примет участие в онлайн или в оффлайн голосовании. Собственно, что должен делать этот комитет, до конца не понимает никто. Это та самая ситуация, вы знаете, когда я создаю партию и приглашаю вас, давайте вступим в партию, только у меня нет ни уставы, ни программы, название красивое. А вы что думаете, чем наша партия должна заниматься? Вот примерно вот такие вопросы нам, кандидатам в КС, задают, так сказать, модераторы всяческих дискуссий. Вот на официальном сайте говорится о том, что, констатируется факт, что выборы в декабре Госдумы, когда реальный, допустим, процент у Единой России был 30 по России, а ей набросали 60 с лишним, они были нелегитимные, дума нелегитимная. Выборы в марте президента, когда ему набросали выше 50%, хотя с большой степень вероятности можно сказать, что он не проходил в первом туре в победителе, поэтому нужно было второй тур, выборы эти тоже нелегитимные, то есть мы присутствуем при странной ситуации, тупиковая. У нас нелегитимный парламент, который штампует совершенно дурацкие законы в стиле 1937 года, которые уничтожают Конституцию, противоречат Конституции. У нас нелегитимный президент, у нас нет независимого суда, у нас нет независимых СМИ, у нас нет прозрачных выборов справедливых, прозрачных и равноправных, у нас ничего нет, у нас нет государства сейчас. Вот это мое оценочное мнение, и оно совпадает с мнением оргкомитета. Вот буквально прочитаю две строчки из того, что написано на сайте. Власть узурпирована узкой группой лиц, она не имеет поддержки избирателей. Выборы в Координационный Совет должны исправить эту ситуацию. А вот как они должны исправить эту ситуацию, это, конечно, вопрос. С моей точки зрения, это уже моя частная точка зрения, штаб, Координационный Совет не должен быть протопарламентом, который придумывает, или такой еще одной общественной палатой, которая придумывает законопроекты, и куда-то их предлагает, носит в Кремль, или носит их, не знаю, в правительство, и там смеются и бросают их, как все эти законопроекты этих открытых правительств, в корзину для мусора. Я считаю, что это должен быть штаб мирной революции, что это должен быть штаб координации, структуризации, активизации протестных действий по всей России. То есть, Координационный Совет должен объединить все оппозиционные силы России, как по горизонтали, это политические партии оппозиционные, которые хотят в этом участвовать в процессе, общественные организации, так и по вертикали, то есть, объединить все те протестные центры региональные, которые существуют реально, и которые хотят участвовать в этом оппозиционном процессе. Цель – мирная передача власти народу. Цель – заставить определенными процедурами, протестными действиями, в том числе и уличными, митингами, мероприятиями, акциями, заставить власть передать мирно полномочия народу. Провести ряд реформ избирательных, конституционных с ограничением прав президента, превращения России в президентскую республику и судебную. Потому что если нет независимого суда, вы сами понимаете, что жалуются, не жалуются, как после наших выборов. Ну, пожаловались, что полицейского били и душили. Ну и что? Ну и все. Ну и душили, ну и били. Хорошие люди вроде били, душили. Так, наверное, решили в следственном управлении. И дело заглохло, как все дела, которые по нарушениям, которые были зафиксированы и в форме заявлений поданы в соответствующие силовые структуры. После чего проведение досрочных или обычных выборов парламента, выборов президента, санация существующей системы власти с люстрацией людей, которые запятнали себя участием в незаконной или преступной деятельности. Это сотрудники судов прокуратуры, это сотрудники центров о борьбе с экстремизмом, это, возможно, члены партии «Единая Россия». И после этого Координационный совет, или как он будет тогда называться, я думаю, закончит свою миссию. И мы все разбредемся, кто заниматься православным религиоведением, кто режиссурой, кто стихи писать, кто музыку сочинять. А кто будет заниматься общественной работой, волонтерством, нищим помогать, обездоленным. А кто станет профессиональным политиком, партию какую-то свою создаст, будет биться на выборах, на честных выборах, за то, чтобы пройти в местный парламент или в парламент нашей страны. Вот я бы так кратко на этот вопрос ответил. Валерий, а вы верите в то, что те цели, которые вы ставите перед собой, с помощью этого совета будут достигнуты? Ну, если бы я не верил, я бы не участвовал в этом процессе. Просто альтернативы другой нет. Страна в тупике, мы все это видим. Разрушается нравственность, разрушается законодательство, разрушается экономика, разрушается инфраструктура даже. Та инфраструктура, буквально там эти несчастные канализационные люки и трубы, которые бы строили наши папы и мамы еще. Ничего на смену не приходит. Ничего на смену не приходит и постоянно ваше информационное агентство пишет всякие. Это уже стало привычным, знаете, там на улице такой-то провалилась земля. Что есть, что есть? Ну, я думаю, может быть, когда под губернатором или под замгубернатором провалится земля, может быть, там обратят внимание все-таки, что надо что-то делать и менять там какие-то там канализации, трубы, коммуникации старые. Но, в принципе, даже земля уже показывает нам сама тем, что она проваливается, что структура прогнила. Структура и политическая, и экономическая, и социальная, и нравственная, и духовная в нашей стране. Поэтому оппозиции можно даже сейчас ничего не делать. Вот просто ничего не делать. Как большевикам в каком-нибудь там пятом году. Сидеть и в ресторане пить пиво. И ждать, когда все само собой рухнет. Мы просто не хотим двух вещей. Чтобы вот эта Останкинская башня вертикали упала на голову наших собратьев, наших несчастных, наших людей. С одной стороны, и с другой стороны, чтобы при этом падении власть не перехватили черные полковники. Чтобы у нас не настали времена еще более суровые. Времена Пиночета и какой-нибудь чилийской военной диктатуры. Когда на улицы вышли бы танки. Вот поэтому нужно создавать свою структуру протестную. И нужно добиваться условий сдачи полной безоговорочной капитуляции от действующей власти. Пожалуйста, можно обговаривать условия этой сдачи. Личная неприкосновенность. Неприкосновенность может быть. Но это вопросы уже второстепенные. Каких-то вкладов их зарубежных. Ну, наворовали пускай. Ладно, господи, идите. Главное, больше не воруйте. Уезжайте в Швейцарию, в Швецию, на Багамы, на Гавайские острова. Доживайте там до пенсии. Покиньте страну и все. Вот. И вполне возможен раскол элит. Когда элиты просто сдадут Путин, которым будет им мешать. Тогда можно просто посмотреть, с кем можно в окружении Путина договариваться. Может быть, это будет Медведев. Может быть, будет Иванов. Может быть, будут какие-то люди, которых мы еще пока не знаем. Но то, что в элитах идет раскол и шатание, что они понимают, что так дальше нельзя. И они ситуацию не удержат. Это уже становится понятным. Это просто вопрос времени. Это просто вопрос времени. Уже можно ничего не делать. Просто вот сидеть и все. Оно все само собой рухнет. Я даже знаю некоторых людей в Госдуме Российской Федерации, в оппозиционных партиях, которые мне говорят, Валерий, ну что вы там в туле своей вообще там, что вы там что-то там суетитесь и так далее. Не бойтесь. Все упадет, разрушится, прогниет само собой. Мы тут в Госдуме сидим и видим, что все уже прогнило. Что это, как писал Владимир Ильич Ленин, что Россия колосс на глиняных ногах. К ней он упадет уже. Понимаешь? Говорит, надо просто просто вовремя будет оказаться в нужном месте в нужное время. Подхватить эту падающую власть. Ничего не надо там на улице выходить, народ призывать. Не надо. В тюрьму еще посадят. Зачем? Зачем нарываться? Они сейчас начинают беситься, загнанные в угол, как крыс, которую загнали. Поэтому, собственно, другого выхода нет. Это ход истории. Это идет сама история. Это поступь истории. Это не то, что мы хотим. Мало ли, что мы хотим. Мы хотим вывести на улице миллион, а он не выходит. А настанет момент, когда он выйдет. И вот к этому моменту надо быть просто готовым, чтобы этим людям что-то сказать. Чтобы этим людям что-то предложить и куда-то направить. Валерий, давайте вернемся к выборам в Координационный совет. У всех кандидатов есть своя программа. Вот за что вы готовите, участвуя в выборах в этот совет? Я немножечко, прежде всего, хочу сказать, что вот о чем. О том, как идут выборы и как зарегистрироваться. Зарегистрироваться можно очень просто. Есть такой сайт Центрального выборного комитета. ЦВК. CVK. 2012.org Вы заходите на этот сайт. Вы заполняете имя, фамилию, пишите отчество. Мобильный телефон. Вам приходит код. Вы код активизируете, вам приходит другой код. Вы заходите в личный кабинет. В личном кабинете вы должны будете верифицировать себя, что действительно вы. Очень все очень строго. Может быть, кто-то скажет, что очень запутанно. Но зато никто не сможет упрекнуть выборный комитет, что были липовые голоса, были вбросы, карусели и так далее. Этого ничего не будет. Достаточно сложная многоуровная система верификации. И вот там в кабинете вы должны верифицироваться. Вы там увидите, уважаемые друзья, кто сейчас нас смотрит, как это сделать. Ну, самый первый путь, который был предложен. Там есть, значит, такой будет код. Из трех цифр состоит. Например, 1,05. Это значит, нужно пойти в Сбербанк и на расчетный счет, который указан, перечислить 1 рубль 5 копеек. А куда потом эти деньги пойдут? Эти деньги пойдут... Ну, это небольшие деньги, собственно. Понятно. А зарегистрировавшихся много будет? Ну, 70 тысяч, да. И куда эти деньги? Они эти деньги пойдут на, вот смотрите, создание выборных комитетов, на работу районных региональных выборных комитетов, на оплату, например, дебатов на телеканале «Дождь», на приезд в Москву самолетами издалека, на дебаты кандидатов. А если денег не хватит этих? Значит, доплатят люди, которые занимаются в Москве этой организацией. Там до 10 рублей всего лишь оплата. Ну, самое большое – это 9 рублей 99 копеек. Вы отправляете это дело, и вам приходит по СМС, вам приходит отзыв о том, что да, все, вы верифицированы, это действительно вы, и вы теперь 20-21 числа можете проголосовать. Кто-то говорит, что это сложно, что нужно... Ну, это без НДС оплата идет. Что вот надо идти куда-то, отстаивать очередь, не хочется, на улице плохая погода, не хочется ходить. Можно другим способом воспользоваться. Насколько я знаю, там можно верифицироваться по скану паспорта. Вот разворот паспорта, где фотография с одной стороны, с другой стороны кем выдан. В этот скан отправляете туда, и вам опять-таки приходит подтверждение, что да, вы активизированы, вы теперь активный пользователь. И третий вариант. Там, где создан участок выборный, можно будет прийти просто, вот тупо с паспортом своим, вас зарегистрируют, бесплатно, конечно. 22-21 числа вы придете, и вам помогут проголосовать. Сами проголосуете на планшете, на iPad, на компьютере, на ноутбуке. Три варианта. Вот смотрите, про третий вариант. Сегодня в 6 часов собирается у нас Тульский гражданский совет, исполком, для того, чтобы мы решили, это вопрос, мы будем создавать РВК и участковую, одну хотя бы избирательную комиссию, или нет. К нам обращаются люди, которые с компьютером на «вы». Пожилые наши активисты, которых вы видите на наших, на всяческих мероприятиях, которые кричат, да, 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 бабушки, дедушки, но они говорят, мы хотим поучаствовать, тоже поизбирать. Но мы не знаем, у нас и компьютера дома нет, и мы не знаем, как с этим пользоваться. Еще есть люди, которые говорят, ну нам, ну не хочется, нам вот сейчас куда-то идти отправлять эти деньги, делать сканы и так далее. Мы бы лучше, чтобы пришли, бы куда-нибудь забежали мимо, если это проспекти Ленина, проголосовали бы, да и дальше побежали. Вот для этих людей, возможно, мы, если примем решение, мы тогда отправим соответствующую заявку уже сегодня ночью в Центральный выборный комитет, и там в течение трех дней придет отзыв. И если такой комитет региональный и участковая комиссия, участок избирательный будет создан, то мы своевременно поставим в известность туляков с помощью расклеек, с помощью интернета и с помощью вот вашего СМИ, если вы нам поможете. Мы вас даже пригласим снять сюжет какой-нибудь, наверное, ну вот как идут выборы, как идет подготовка к выборам и так далее. Вот несколько, собственно, вариантов. Избирается 45 человек сроком на один год. Тот, кто будет голосовать 20-21 дома в течение всего времени и ночью можно голосовать, или на участковом, на участке, который будет работать, если он будет работать, если он будет создан с 8 утра до 8 вечера, там откроется такая опция. Электронный бюллетень, состоящий из четырех бюллетеней. Общегражданский список, список левая курия, правая курия и условные националисты. Вам нужно будет, тем, кто участвует в голосовании, проголосовать за любое количество людей по общегражданскому списку, но не больше, чем за 30 человек. Можете за одного, можете за двух. Там будет графа замечательная, о которой мы все забыли. Против всех. Да, мы эту графу вернули русскому народу, российскому. Замечательно. И по любой из курий вы можете тоже либо проголосовать. Ну вот, не нравятся вам националисты, ну, поставили. Против всех националистов, не хочу за них голосовать. Можете за одного, которого знаете, можете за двух, но не больше, чем за пять. Таким образом, проходит в Координационный Совет 30 человек по общегражданскому списку, пять человек по одной курии левой, пять человек по либеральной курии и пять по националистической курии. Получается всего в Координационном Совете 45 человек, которые будут избраны. Вот, уже сегодня идут дебаты, в частности, на телеканале «Дождь». Вторую неделю, вот вы о них уже упомянули. И, правда, идут они ночью, с нуля часов до полвторого ночи. Вот, прошел четвертьфинал, дальше полуфинал. Это не выборы. Это просто такой способ для того, чтобы люди познакомились с кандидатами. Такие вот политические фенечки, что называется, они созданы и на сайте. Например, политический компас. Вы отвечаете на 25 вопросов и смотрите, с кем из... А каждый кандидат тоже отвечает на этот компас. И вы смотрите, с кем из кандидатов у вас наибольшее совпадение политическое. Вот я в эту игру поиграл и... И с кем совпали? 91% совпадения, это большая цифра, с Алексеем Навальным. Как ни странно. Да, вы можете тоже поиграть, это очень увлекательное занятие. Или вот эссе. 80 человек написали эссе из 200. То есть это в 2000 знаков. И вы пишете о том, какой вы хотели бы видеть Россию, свободная тема, что такое координационный совет и так далее. Анонимные эссе. Вы выбираете, например, 10 эссе, которые вам понравились. И через какое-то время, по-моему, завтра уже, будут вскрыты конверты, что называется. И имена людей, которых выделили, как написавших наиболее интересное эссе, они будут тоже опубликованы. А эти дебаты, которые идут сейчас полным ходом, они тоже не выборы, но это попытка поставить в более-менее равные условия раскрученных кандидатов, таких как Ксения Собчак, Людмила Улицкая или Дмитрий Быков. И вот таких, как я, например. Потому что появляются какие-то уже возмущенные записи в живых журналах. Я уже две записи прочитал, кто такой отставных, что это за выскочка, что это он там с нашими корифеями дискутирует вообще, кто он такой, откуда он взялся и так далее. И, вы знаете, происходят поразительные вещи. Вдруг неожиданно молодые неизвестные люди в дебатах оказываются убедительнее, чем люди, которые уже десятилетия на экране, к которым мы привыкли. И получается так, что, например, ну мало кому известный из тех, кто не знает театра, режиссер Мерзоев побеждает всем известную писательницу Улицкую. А вчера было совершенно потрясающее зрелище. Вчера начались уже полуфинальные дебаты. Уже не четыре человека дебатируют, а трое. И чуть дольше. Вчера дебатировали между собой молодая девушка 84-го года рождения, которая только закончила вуз, Маша Баронова, с пожилым уже человеком, с одним из виднейших теоретиков в области экономики в России, бывшим советником по экономике президента Путина, который встал к нему в жесткую позицию, Андреем Иларионовым. Вот представляете, стоит вот с лысиной такой Андрей Иларионов и девочка маленькая Маша Баронова, и они на равных дискутируют. Еще неизвестно, кто победит. Иларионов, который был советником Путина долгое время, определял ход развития экономики страны, или Маша Баронова, которая известна тем, что вот проявила себя там на всяких Майданах, там окупая баях и прочих вещах протестных. То есть, конечно, это очень увлекательно, очень потрясающе. Лично я последний раз это видел, такие живые дебаты, вы, наверное, не помните, в 80-х годах первые съезды народных советов, когда просто вся страна прильнула к экранам, и вдруг неожиданно вышли люди, которые начали говорить в прямом эфире, и все, что они думают о партии, КПСС, о правительстве, и о проблемах, о путях выхода. Когда папа вышел к трибуне впервые, Ксении Собчак, Анатолий Собчак, когда появились новые звезды. Вы знаете, вот сейчас вопрос решается на наших глазах, ответ, вернее, появляется на наших глазах, но вопрос, если не Путин, то кто? Ну, вы знаете, что в Твиттере уже такой хэштег появился, если не Путин, то кот. Если не Путин, то кот. Нет, если не Путин, то кто угодно. Посмотрите, огромное количество молодых, замечательных людей, которые могут выйти и показать, что за них голосуют люди охотнее, чем за, там, даже, может быть, я не знаю, за Навального или за Удальцова. Потому что сейчас, вот, на этой неделе будут такие схватки, неизвестно, которые могут закончиться. Вы представляете, будут друг с другом дискутировать Каспаров и Удальцов. О, какая. Или Навальный и Яшин. И выйдет только один финал. А кто-то, и не факт, что это будет Навальный или Удальцов. Вы представляете, насколько все это честно и публично. Кто в четверг с кем будет, ребята? Я сейчас расскажу. И поэтому я понимаю, почему избегает откровенной дискуссии в прямом эфире Путин много лет. Потому что выйдет вот такой вот молодой человек из провинции и за 30 минут сможет так выразить мысль, как Путин за час не сможет. И вся страна скажет, а, если не Путин, то вот. Михаил Михайлович Иванов из города Воронежа, хипстер. И забавная самая, я расскажу, с кем потом в четверг я дискутирую. Появляются, конечно, забавные люди. Без них нельзя, без них скучно. Появился представитель, но и исчез он сразу. Он как-то отказался от выборов. Он, видимо, просто посвятиться захотел. Руководитель российской субтропической партии. Человек на полном серьезе создал партию для того, чтобы изменить климат в стране. Но, знаете, климат не экономический, не политический, не моральный, не духовный, а реальный климат. Чтоб у нас были субтропики. Он предлагает пути решения этой проблемы. И говорит, что от того, что климат изменится, и мы будем ходить все время, весь год в белых штанах, в парусиновых тапочках, мы станем добрее. Мягче. Мы станем демократичнее. И культура изменится. И репрессий никаких не будет. Вот. Появился еще один человек, который говорит, нам нужно срочно вступать в Евросоюз. Ему говорят, ну мы же большие. Он говорит, тогда будем вступать кусками. Надо разделиться мирно и вступать вот так. Вначале Сибирь пускай принимают, потом Москву, потом Дальний Восток, и мы кусками войдем в Евросоюз. Вот. Но таких людей тоже много. В четверг я в полвторого ночи, вот в ночь четверга на пятницу, дебатирую с двумя людьми. Один это Михаил Матвеев, профессиональный политик, депутат ЗАГС Собрания, Вологды, по-моему, если не ошибаюсь, или Самары, вот сейчас не помню точно. И второй это известный блогер Эхо Москвы, Олег Козырев, сценарист, писатель и блогер, и член штаба Евгения Чириковой по выборам мэра Химок. И сам житель Химок тоже. Как вы свои шансы оцениваете на предстоящих дебатах? На дебатах может произойти все, что угодно. А вот на выборах, когда будет голосовать много людей, которые дебаты и не смотрят, а уже сегодня понятно, что, естественно, если голосовать будут 70 тысяч человек, то канал Дождь может быть смотрят другие люди или меньшее количество людей, то там у меня шансы, конечно, невелики. Но ведь на этих выборах история не закончится. Ведь через год будут еще одни выборы. И потом, в любом случае, нам будет важно в дальнейшем координировать свои действия вот с московским КС. На уровне ли общественной организации, политической партии, оппозиционной, на уровне ли регионов, которые сейчас мало, слабо представлены, все равно мы будем работать на одну и ту же задачу. У нас одна и та же задача. Потому что, ну, представьте себе, давайте представим себе такую абсурдную ситуацию, нереальную. Ну вот, не проходит удальцов. И что он завтра скажет? О, меня не приняли в коллекционный совет, все, я уезжаю на богам, и все, я прекращаю свою борьбу политическую. Да нет, он будет продолжать делать то, что он все время делает. Ну, и я думаю, что он, как человек очень такой общинный, он будет всегда с советом взаимодействовать с координационным. Или там Навальный не пройдет, что он закроет все свои распилы. Да нет, конечно. Также он будет взаимодействовать с этим советом, и также он будет заниматься своей деятельностью. Каждый будет заниматься тем, чем он занимался все эти годы и месяцы протестных движений. Вот и все. Главное создать этот совет. В этом заинтересованы сейчас все мы. Если вы войдете в этот совет, чем вы будете заниматься там? Я посмотрю, чем я буду полезен этому совету. Вот чем я буду полезен, тем я и буду заниматься. Ну, по профессии я религиовед, журналист со стажем 23 года, специалист в области связи с общественностью. Я отчасти режиссер-документалист. Поэтому, если какие-то мои способности пригодятся в этом совете, мои таланты, которые Господь мне дал, и способности, то я с удовольствием, так сказать, приму участие в этой работе, в работе Координационного совета. Вот надо понять, что он ничего не дает, никакие преимущества. Он не дает ни машины, ни льготы, как депутатам Госдумы. Он дает только один шанс – сесть в тюрьму раньше, чем другие. Хорошая перспектива. А любой, кто сейчас баллотируется, должен понимать, что если он войдет в 45 человек, он встанет в первую очередь в бутырку. То есть, понимаете, сейчас очень забавная ситуация. Многие там в пылу живой дискуссии начинают доказывать – нет, я лучше, я первый, нет, я, я, я. Они не понимают, что впереди такая дверь открытая, такая КПЗ. И стоит такой дядя милиционер, говорит – да, 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 пропустите вот этого, который рвется сейчас сюда, да. Вот Машу Баронову, да, пропустите ее. Товарищ Ларионов, отойдите, пожалуйста. Вот, пожалуйста, у нас тут коечка свободная, шконочка. Давайте, пожалуйста, ее поближе, да, сюда. Это кандидаты на гильотину, на эшафот мы все. Так что торопиться-то особо не стоит. Просто, ну, выберут и выберут хорошо. Ну, не выберут, в самом деле будем работать. Кого вы считаете главным своим конкурентом? Ну, дело в том, что я из тех… Я из блока непроходимцев. Есть, наверное, там блок проходимцев, да, кто проходит по-любому. Блок непроходимцев. Нет, я не могу говорить, кто у меня конкурент. Потому что, ну, я настолько неизвестный человек для России. Ну, в Туле меня кто-то знает еще. А так я не раскручен медийно абсолютно. Поэтому тут вопрос такой ставить даже невозможно. Я знаю только, с кем я буду дискутировать в четверг. Вот я вам сказал, Матвеев и Козырев. Все, а что дальше, я не знаю. Потому что… И потом нужно понимать, что… Ну, мы не конкуренты. Вот конкуренты – это когда политические партии борются за место, за кресло в Думе. Вот тогда они друг друга топят, устраивают чернуху друг против друга, сливают компромат. А мы… Идет отбор в спецназ. Представьте. Идет разбор спецназ, который уходит в разведку. В глубокую. И вот вопрос, с кем бы ты пошел в разведку. Вот. Вы понимаете, да? Разницу. Вот 45 человек, чтобы стояли друг за другом горой. Чтобы если с одним что-то случится, все остальные встали на его защиту. Вот нужно понять, с кем бы ты пошел в разведку. Вот. Ну, я бы… Ну, с Удальцова у меня пошел бы в разведку. С Сергеем Станиславовичем. Может, с Леней Разворжаевым. Может быть, с Алексеем Навальным. У меня как бы нет к нему никаких вопросов. Я видел, как его сажали на 15 суток. Как он достойно их отсидел и вышел. И как себя достойно ведет сейчас. Ну, есть, наверное, ряд других людей. Вот наше общение сейчас, вот там, оно помогает как-то еще и нам всем как-то друг друга понять, сблизиться. К сожалению, вот в четверг я не встречусь. А мы же там будем сидеть полночи. Ну, пока. Там одни выступают, там троек, а все остальные сидят, смотрят на них. И поэтому до полвторого там все равно все тусуются вместе. В пятницу я не попадаю на Навального, на Яшина и на Удальцова. Но вот какие-то интересные люди будут и в четверг. Ну, в частности, я вообще хотел бы познакомиться с Филиппом Дзитко. Редактор телеканала «Дождь», автор программы «Дзитко-3». И сын Зои Световой, известной правозащитницей, журналиста газеты «The New Times». Любопытно, эти братья Дзитко, репрессированные, чуть-то не в пятом поколении у них все. Вот с этими людьми мне интересно пообщаться, конечно. Вот по вашим прогнозам, кто войдет в КС по 45? Вот в первых рядах кто там будет? Ну, я думаю, что, конечно, пройдет Навальный Алексей. Пройдут какие-то люди, которые реально занимаются его направлением. У них блок есть семь людей, семь направлений. Ну, там Росузник, Росагит, Машина Добрал, Буров, еще кто-то. Я думаю, пройдет Навальный. Я думаю, Сергей Удальцов, потому что его все знают. Я думаю, пройдут многие из блока, независимо от того, как они выступят на дебатах. Кстати, мне вчера поразил умными ответами Шац, муж небезызвестный Лазаревой. Оказывается, не глупый человек, что приятно узнать и увидеть, и обнаружить. Там у них целый блок вип-персон, во главе которой стоит Ксений Собчак. Ну и, наверное, многие из них пройдут. Там Дмитрий Быков, который почему-то отказался от дебатов. Я бы за это снимал с дебатов, если человек отказывается от них без уважительных причин. Там Улицкая, там Сергей Шаргунов, там режиссер Мирзоев Борис, там такой есть журналист Сергей Пархоменко. Вот их многие знают. Из-за их раскрученности, медийности, наверное, многие тоже из них пройдут. Я думаю, какое-то количество может быть, два, три, четыре, может быть, пять человек, которые не очень известны, но которые, кто знает, может быть, каким-то образом за счет вот этих дебатов публичных как-то откроются людям с неизвестной стороны, и они проголосуют за них, потому что есть момент еще и усталости. Люди часто хотят видеть новые лица. Ну сколько можно смотреть? Собчак, 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 Собчак. Яшин, Яшин, Навальный, Дальцов, Дальцов, Навальный, Навальный, Дальцов. Но хочется чего-то другого, чего-то еще. Поэтому многие просто, когда увидят, что, а, есть вот еще человек какой-то интересный, смотри, вот дай-ка я за него проголосую, сколько можно мне за Собчак голосовать, понимаете? Ну сколько можно? И может быть и такой еще, такой мотив голосования, то же самое. Валерий, у меня к вам такой вопрос, по выборам вопрос, но по выборам муниципальных, которые пройдут у нас 4 октября. У вас выборы будут? В Богородицке. У вас выборы? Да. У вас в Туле будут выборы? Не в Туле. А, у вас в России будут выборы? Да? А, так и что? Интересно. По муниципальным выборам. По муниципальным, да? Интересно, так и что? Вот, как вы относитесь к ситуации в Богородицке? Так интересно, выборы проходят. Где депутаты... Какие-то еще? Да, кроме наших, настоящих. Кроме КС, да, еще другие выборы. Кроме наших, настоящих. Где в Богородицке, где депутаты от «Справедливой России», «Яблоко» КПРФ могут казаться от мандатов в случае фальсификации, а ЛДПР нет. Не, ну что, ЛДПР – это партия... Ой, как же сказать, чтобы потом не вырезать это все из эфира? Аккуратненько. Ну, как бы вам сказать, оператор, как бы мне сказать, чтобы потом этого... У вас плюс 18 передачи или плюс 50? Да. Ну, это партия, извините меня, проституток. Вот я, как православный человек, вот так вот аккуратно выражусь. Я аккуратно выражался, как православный верующий, да, партия. Блудников. Почему вы так это называете? Ну, почему? Потому что вся история этой партии показывает, что они всегда голосуют так, как говорит Кремль. И в центре, и на местах. Вот. И на самом деле я давно уже говорю, что никаких выборов нет. В России официальных выборов забивают в компьютеры столько, такой процент, который нужен там, наверху, в Москве, Чурову. Никому же не интересны эти списки, эти вот, соответствуют или не соответствуют итоговой, этот самый, не бюллетенью, да. Протокол. Протокол тому, что забито. Вот эти, вот как-то я смотрю, прям думаю, ребят, ну что же вы тратите свое время на то, чтобы там что-то контролировать, куда-то бегать, там чего-то вот доказывать, куда-то в суды ходить и так далее. Вы знаете, как выборы сейчас проходят? Приходят в один известный кабинет на любом уровне представители местных партий и говорят, представители Единой России. Ну что, Иван Иванович, сколько ты нам даешь процентов? Вот столько? Ладно. А может еще накинешь? Хорошо. А ты нам сколько даешь? А этим сколько даешь? Вот столько. А Единой России сколько оставишь? Вот столько. Ну ладно, ты, значит, вот эти, ты вот на эти участки ты не лезь, а мы вот на эти не будем лезть. Хорошо? Хорошо. А все остальное это театр. Это не выборы. Выборов давно нет. Забудьте, что у нас есть выборы. Выборы сейчас, господа, товарищи, братья и сестры, только одни. Честные и верифицированные выборов в координационный совет. Поэтому сайт cvk2012.org. Регистрируйтесь и участвуйте в единственных свободных с 80 какого-то там года, не помню какого, с 91 года, единственные честные выборы в народный орган, ну пока, скажем, протестного движения. Больше у нас выборов никаких нет. У нас нет ни государства, ни суда, ни президента, ни парламента. У нас есть группа вооруженных лиц, цитирую, узурпировавших власть. Как сказано на сайте cvk. Вот. Значит, нужно из этой ситуации выходить. Нужно спасаться. Можно было бы назвать этот координационный совет еще и комитетом народного спасения. Как в некоторых государствах Европы это называлось. По-моему, в Польше, кажется, или еще где-то возникали комитеты национального народного спасения. Вот сейчас такие комитеты нужны. А еще есть у меня чуть-чуть времени? А что вы хотели наполнить? А программу, да? Да, вы, кстати, в программе не обещаете. А программа, вспомнил. Для меня предварная программа заключается в том, что, как я уже объяснил, что для меня такой координационный совет, это штаб сопротивления и солидарности, сопротивление скатыванию в 1937 год, сопротивление разрушению правовых основ государства, сопротивление политическим репрессиям. Посмотрите, каждый день кого-то вызывают в СК, каждый день кого-то сажают. Это штаб координации всего протестного движения. Это работа по нескольким направлениям. Прежде всего, работа по направлению свободной информации. Это то, что делает очень удачно Навальный. Здесь ничего нового нет. Но, вы знаете, гаечки будут завинчивать. Я не удивлюсь, если нас скоро отрубят YouTube, Twitter и прочее. Поэтому нужно быть готовым для того, чтобы переходить на бумажные носители пропаганды. Это какая-то общегражданская газета. Ну, не искру, скажем, а гражданин. Это какие-то прокламации. Причем, это все равно придется переходить нам на вот эти формы пропаганды на бумажных носителях. Потому что есть поколение телевизора. Ну, вы не придете с планшетником на Туломашзавод и скажете, ребята, достаньте свои планшетники. Сейчас я вам покажу такую информацию. Нет, вы принесете там прокламации, как в старые добрые 905-м году, в старые добрые времена, в фильме «Мать». Там Шухер, Центр-Э, там жандармы, казаки. Там сейчас были казаки, сейчас космонавты. Да, были жандармы, сейчас Центр-Э. Да ничего не изменилось, Господи, все так и осталось. Вот. Еще резографы пригодятся. Если с подпольными типографиями. Еще доживем до этого времени. Попомните мои слова. Вот. И, конечно, нужно простым людям информация на бумажных носителях. Еще очень важно, чтобы те, кто сейчас обслуживает власть, чтобы они не думали, что они пригодятся любой власти. Когда я некоторым говорю, ребята, ну что вы делаете? Вы смотрите, на кого вы работаете. Вам не стыдно? Они говорят, ну вы придете к власти, мы будем на вас так же работать. Мы пригодимся любой власти. Так вот, надо просто им дать понять, не пригодитесь, ребята. Если нарушите закон, если преступные приказы будете выполнять, то потом будет люстрация и санация в государстве. Для этого необходимо, как мое предложение личное, если я буду в КС, я его внесу, открыть на западной платформе сайт, одновременно на английском языке и на русском, с условным названием «Отсроченный приговор», где будут конкретные имена и фамилии прокуроров, судей, сотрудников центров «Э», полиции и так далее, которые совершали преступные деяния в своей стране. Чтобы они на этот сайт тоже временами заходили и видели свои фотомордочки на этих сайтах и понимали, что их в 80-90 лет разыщут везде, в Колумбии, в Чили, где угодно. Сделают они пластическую операцию, не сделают, как пиночета, их посадят. У них и их близких отнимут собственность, а на их могилы будут плевать потомки. И вот лучше сейчас пойти и сдаться, чем ждать, когда тебе наступит 80 лет, тебя будут на качалке, поймаете, с этим приспособлением для вывода мочи искусственной, ввозить по судам. Второе направление – это направление народная правозащита. Это вот, пожалуйста, социальные требования сегодняшние, бесплатное образование, сохранение бесплатного образования, бесплатной медицинской помощи. Это тарифы ЖКХ, дороги, и это, конечно, политзаключенные. Требование номер один сейчас – это освободить и наших заложников, политзаключенных. В армию, в деревню пришла группа карателей. Они взяли наших заложников, стариков, детей и женщин, и держат их, и говорят, все, выдайте ваших главарей. Знаем, есть такой господин Навальный, и у вас есть такой господин удальцов. Выдайте нам, иначе мы расстреляем к утру ваших заложников. Вы понимаете, ситуация вот такая сейчас реально. И нужно нам, как партизанам, наших позволять любыми способами, какими возможно это сделать. Возволять наших людей из-за стенков, которые там безвинно сидят. Так называемые узники 6 мая. Третье направление – это политпросвет. Поколение компьютера должно пойти к поколению наших дедушек, бабушек, отцов и матерей. К поколению телевизора, которые смотрят в ящик и верят в то, что там говорят. О таких очень много. Объясните им. Ребята, оторвите свои глаза от программы Малахова, истеричного нашего Малахова, от его ток-шоу про брошенных детей и про этих самых очередных любовников, очередных кинозвезд. И послушайте, что сколько дач у Путина, что у него 20 дворцов, там десятки самолетов, в офшорах счета. И вы в своей голове, в своей голове, вот в этой голове, вы соедините две вещи. Яхты Путина и высокий тариф ЖКХ, чтобы у вас переклинило там. Потому что вы пока думаете, что плохие дороги, они сами как-то становятся плохими. Вот была хорошая дорога, она стала плохой. А или тарифы какие-то были нормальные, а сейчас что-то крышу не тянет, а тариф почему-то взлетели. А вы поймите, что воруют. Воруют и плюют на вас. Сами жируют, сами уехали на запад, сами своих детей там одевают, обувают, кормят и обучают. Сами здесь просто вахтовым методом работают. А вас кинули. И вы понимаете, что вот здесь есть прямая связь между тем, в каких скотских условиях вы живете, и тем, как живет вот эта элита, которую якобы вы выбираете. На самом деле, она сама себя выбирает. Вот это направление. И направление, конечно, контроль за расходованием средств, что называется Роспил. Это можно делать и на уровне региональном, и на уровне российском, но и на уровне международном. Просто взять и перевести всю эту информацию на английский язык и показать. Вот господа инвесторы возможные в Америке на Западе, господа политики, общественные западные, посмотрите, как в России воруют. Вы хотите иметь дело с предпринимателями российскими, с правительством российским? Вы что, правда, думаете, что будет Сколково? Вы не знаете, что, между прочим, мост знаменитый на этот страшный остров, как он называется-то, для отец, который построили там какое-то непонятное учебное заведение, он же рухнул. И наш Шахов имеет вроде к этому прямое отношение. Он не выдержал. Не выдержал этот мост, или эта дорога, она рассыпалась на глазах от безнравственности и воровства. Вы понимаете? И вот это четвертое направление. О том, как должна происходить передача власти, я уже сказал, что необходимо заставить власть мирно передать ее Координационному самету, другому органу, для того, чтобы параллельно провести реформу избирательную, конституционную с ограничением власти президента и реформу судебную, чтобы были судьи независимы, провести досрочные выборы парламента, досрочные выборы президента и санацию, как я называю ее, санацию с иллюстрацией сотрудников спецслужб, которые запятнали себя в преступных деяниях. Вот, собственно, моя программа. Я думаю, это вещи очевидны. Я думаю, со мной многие согласятся. Какой-то особой, эксклюзивной программы у меня нет. Хорошо, Валерий. Спасибо большое, что пришли. А я напомню, что в гостях у нас... Я был не очень радикален, нет? Все хорошо. Все хорошо, спасибо. Вы православный религиомет, блогер, член исполкома Тульского гражданского совета Валерия Отставная. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова